Ну что ж, уважаемые зрители, сегодня у нас видео-обзор другого видео. Стрельба в тире. Или на стрельбище. Или просто в пустыне. Скорее всего, это какой-то из штатов, где можно стрелять в открытом пространстве. Давайте посмотрим, обсудим и пойдем дальше. Очень известное видео от 2007 года. 14 лет назад. Бум! Шмяк! Это последний раз такое делаем. Тебе попало прямо рядом с головой? Прямо рядом с головой. Больше не будем по железу стрелять. В общем, возвращаемся к моменту выстрела. Вот выстрел произошел. Смотрите, от доли тормоза сколько вообще влияния на землю рядом. Особенно сухую. Недаром же снайперы поливают водой перед дулом. Но это другая тема. Что здесь происходит? Просто ребята, мужики пошли пострелять по мишеням. Где-то на открытом пространстве. Дистанция до мишени 100 метров. Где-то говорили, о, с километра вернулась. Нет, дистанция всего 100 метров. Мишень стальная. И мишень вертикальная. И жестко установленная. Стрельба 50-м калибром. Мишень явно рассчитанная на 50-й калибр. И что мы видим? Вот первое попадание отлетевшего рикошета, отлетевшей пули. Мы слышали звук, возвращающийся этой пули. И вот она же попадает очень везучему человеку просто в наушники. Ну, что сказать? Дятлы. И буква Д перед... Еще слово другое перед дятлами. Очень неумно поступили. То есть, техника безопасности для тира, для стрельбища, для пострелушек. И вообще техника безопасности использования оружия. Вы знаете, что у вас? Что за мишень? Что перед мишенью? И что за мишенью? В данном случае требовалось понимать, что это за мишень. Мишень стальная. Рикошет от нее возможен. Надо задуматься. А вообще, вы правильно сидите в правильном месте? Вы используете правильные патроны для данной мишени? Правильный калибр? Правильно ли у вас установлены мишени для того, что вы планируете сделать? То есть, к примеру, если бы мишень была и здесь бумажная, то это бы не произошло. Если бы пуля была, может быть, другого типа или другого калибра, например, такого типа, которая просто размазывается у остальную мишень, это бы не произошло. Если бы мишень висела либо под углом, либо в такой полуподвешенном положении, как обычно ставятся остальные мишени, этого, скорее всего, тоже не произошло бы. Потому что эта пуля, вместо того, чтобы вернуться, она попала бы куда-нибудь близко рядом мишени, в землю. Если бы подвижная мишень была. Это как минимальный вариант, это не является частью обычных правил техники безопасности работы с оружием, но это является частью просто разумного подхода к стрельбе. Особенно, если вы стреляете не по бумажным мишеням, особенно по стальным. То есть, те же самые принципы относятся при стрельбе и с промежуточных калибрах по стальным мишеням. Есть понятие минимальная дистанция, ближе которой подходить не стоит. Там есть, конечно, свои принципы и свои решения, если требуется, но это уже другая совершенно тема. Так что вот яркий пример, где просто повезло. Потому что чуть-чуть левее, или правее, смотря с какой стороны смотреть, прилетев эта пуля, то этот стрелок просто там бы и остался. Потому что 50-й калибр, даже рикошет с такой дистанции, мягко говоря, смертелен. Ну вот, а что вы думаете на такую тему? Вот какие у вас, может быть, были бы случаи? Напишите, обсудим. Вот такое краткое видео на сегодня. Спасибо за внимание. Ссылку на оригинал я дам, потому что видео не мое, а кое-кому принадлежит хозяевам. И там десятки миллионов просмотров. Потому что это страшная вещь вообще, если серьезно говорить. Мне лично прилетел рикошет один раз. Я краткое видео на эту тему делал. Пистолетного калибра в грудь. К счастью, очень слабый. Но синяк с кровоподтеками был хороший. Так что это одна из причин, почему нужно всегда иметь, во-первых, средства защиты в тире. Во-вторых, просто смотреть, в каком состоянии тир и правильно ли все настроено. Потому что совершенно не обязательно, что человек, с которым мы пришли в тир, если, например, это его оружие, все правильно делает. Это совершенно не обязательно. Вы должны знать. И должны понимать, что, где и как. Все. До следующего видео.